4 апреля католические верующие будут отмечать Пасху. Самому важному событию для всех верующих предшествует Страстная неделя, каждый день в которой посвящен памяти событий из жизни Христа. Наиболее трагичными являются дни Великого Четверга и Пятницы, назнаменованные предательством, страданиями, крестными муками и смертью Спасителя. В католицизме эти четверг, пятница и суббота называются Пасхальным Триединствием и являются самыми главными во всем литургическом году. Начиная с вечера четвергам привычные литургии не проводятся, а существует лишь специальное богослужение, предназначенное именно для Страстной Пятницы. Это таинство представляет собой литургию, слово и поклонению Кресту. Есть у нас такая традиция, что после Страстной Пятницы Пресвятые Дары переносятся в такую часовинку адорации, то есть там, где можно будет прийти в любое время и поклоняться этим святым дарам. Мы называем это гроб Господний. Мы видим в храме приготовленные специальные декорации, припоминающие нам именно Господний гроб там в Иерусалиме. И таким образом сегодня вечером мы туда перенесем святые дары, там оставим и будет бдение, то есть молитва в тишине. Еще в первые века появление христианства на Руси в Страстную Субботу запрещалось даже здороваться друг с другом, ведь она была ознаменована скорбью и печалью о смерти Сына Божьего. Этот день должен быть посвящен тишине, молитве и покаянию. К слову, уже в традицию вошло и то, что в Великую Субботу прихожане освящают все дары, которые приготовили к пасхальному столу. А вечером в этот день начнется самая главная литургия, во время которой будет освящен огонь, прочитаны молитвы Слова Божьего, а в конце зазвенят все колокола в костюле, и будет провозглашено «Христос воскрес». После ночного бдения утром пройдет служба воскресения Христа. К слову, те прихожане, которые не будут присутствовать на мессе в воскресенье, смогут посмотреть прямую трансляцию из костела на YouTube-канале «Гродно Плюс». Начало эфира в 15.00. Ну а вот у православных верующих пост еще продолжается. Он продлится до 1 мая. Пасху восточные христиане отметят 2 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова